Приветствую всех! Ну что ж, мы возвращаемся из настоящего в прошлое, в первую часть, пока у нас пауза после 16 уровня Modern Day. Уровень называется Вреды, и баталия будет происходить на крыше. Вот как раз очень неплохая тема для создания продолжения мира во второй части, потому что после 16 уровня мы получили ключ, и как-то было бы нелогично заканчивать на этом игру. Ну, это у меня такие надежды. Тем более, пока выйдет третья часть, если она вообще выйдет, ну, скорее всего, что какое-то продолжение будет логическое. В общем, пока разработчики бы делали третью часть, можно было бы выпускать какие-то миры. Так было бы логично. Но как это будет, посмотрим. Тем более, сейчас вышла Garden Warfare 2, в аккурат окончанию Modern Day. Пока что там вроде как бета-версия, но это абсолютно разные игры в любом случае. Поэтому, если разработчики закончат выпускать эту игру, вторую часть, то как-то они оставят огромную арму без новых миров, ну, и одновременно без прибыли, потому что не будет никаких новых растений платных, которые будут продаваться. Так что логично было предположить, что будет какое-то продолжение, пока не выйдет третья часть. Ну, а у нас сейчас происходит следующая ситуация. Мы все растения ставим как в ряды, то есть достаточно одного растения, и весь ряд покрывается тем или иным растением, которое мы получаем. Очень удобно, очень выгодно. Зомби начинают активно штурмовать наши передовые позиции. Кабачок сейчас быстренько давит нападающих, но часть из них уже проложила лестницы. Это дорога в нашу сторону. Очень неприятный такой момент. Тут можно, конечно, выкопать растения, высокий орех, но как-то жалко. Возможно, уже мы не получим его вновь. Хотя от того, что он есть лестница или его нет, как-то особой разницы никакой нет. Все равно зубик, кто хочет, может перелезть. Есть также еще зумби-шарманщик, очень такой неприятный и опасный зумби, который как камикадзе подрывается и забирает еще своих товарищей, ну и одновременно наше растение. Так что в этих условиях будет очень непросто обороняться. Если будем получать нужное растение, вовремя как острый перец, потом арбуз, мы получили бомбу и картофель. Если все это будет, то, можно сказать, уровень мы пройдем очень быстро и просто. Ну а пока активно обороняемся и восстанавливаем потерянные позиции. На нас сейчас вновь надвигается большая волна. Мы получаем острый перец. Я его пока придерживаю, посмотрим, как у нас будет развиваться ситуация. Хотя ситуация уже требует немедленного вмешательства. Появляется гаргантюа, аж три штуки. Мы тут явно не справимся. Хотя есть бомба картофель, есть также чампор, но это кусачки только лишь для обычных зомби. Как-то они не прокусывают гаргантюа, я что-то не помню. Чтобы это было ни в первой, ни в второй части. Поэтому мы сжигаем. Через два раза, наконец-то, мы их всех добили. То есть, два перца понадобилось для того, чтобы некоторых особо одиозных зомби одолеть. Но это касается, конечно же, гаргантюа. Самое-таки опасное. Потому что арбуз их не сможет одолеть. Хотя у нас есть три ряда, но все-таки это не очень-то и много. Но зомби от нас никак не отстыли. Продолжается наступление активное. Тут уже стало больше лестниц. Все-таки наиболее шустрые проложили путь дальше зомби. И в этих условиях будет обороняться практически нереально. Если мы, конечно, не получим какое-то сейчас такое значимое растение по типу Острова Перца. Тут американские футболисты. Поле у нас шустрит от сил зомби и пестрит. Тут просто нигде яблоко упасть от зомби. И, соответственно, мы тут сделать ничего не можем. Можем лишь наблюдать за такой печальной картиной, как зомби доедают наши все посилы. Достаточно лишь продержаться до финальной волны, которая должна наступить с секунды на секунду, с минуты на минуту. И уже будет надежда только на газонокосилки. Мы хоть и укрепили арбуз тыквой, но это лишь временная мера. К сожалению, горшков нет. Это как раз и сложность уровня локации крыши. То, что без горшков вы не сможете ничего посадить. То есть вроде бы как оружие есть, а горшков нет. Вот представьте себе на минутку, если вы забыли горшок, это можно смело переигрывать уровень. Вы его просто не пройдете. Это у нас уже финальная волна. Появляется гаргантюа. В запасе есть еще несколько газонокосилок. Мы, конечно, применили острый перец, но некоторые уже газонокосилки от нас далеко уехали. Ну и, собственно, уровень сделан. Конечно, мы прошли не так уверенно, как я бы этого хотел. Тем не менее, победа есть победа. У нас осталось две газонокосилки. И она должна сработать в том месте, где у нас остались еще остатки зомби. Уезжая в газонокосилку, мы проходим успешно уровень, за что получаем алмаз и золотой кубок. Ну, кубок дается золотой абсолютно при всех вариантах. Как бы вы его вообще не прошли. С газонокосилками, либо же без газонокосилок, все равно получается кубок и алмаз. Что очень приятно. Мы переходим, тем временем, в следующий уровень. У нас будут такие снежные машинки. Это и ледоукладочная машина, и также бобслейная команда. Но это вообще как связка. За ледоукладочной машиной появляется бобслейная команда. И тот, и тот противник очень неприятно. Больше, конечно же, это касается машин. Потому что без нее бобслейная команда не появится. А мы сейчас подбираем следующее вооружение. Взяли подсолнух, потом кувшинку, также кабачок, дуэт, грибум и кофейное зерно. Потому что это у нас день, и грибум так вообще отдыхает. Ну, а кофейное зерно его пробуждает. Мы еще взяли, ну, это как водный гриб, бесплатную воду. У нас есть бассейн. И напоследок захватили водоросли плюс звезда. Ситуация резко меняется уже на старте. У нас ледяные дорожки уже есть. Соответственно, бобслейная команда может появиться прямо сейчас. Без никакой машины. Это уже очень неудобно. Ну и плюс ко всему мы потеряли почти половину поля. То есть в дальних местах мы ничего садим. К сожалению, судя по всему, не можем. И самое главное, мы не можем убрать вот эти вот дорожки. Поэтому основной участок нашей обороны будет протекать в воде. Для этого мы сейчас садим кувшинки. Будут еще и подсолнухи, конечно же. Потому что нам надо посадить очень много звезд. Ну и уже на старте появляется бобслейная команда. Ставим кабачок. Хотя кабачок особо не спасет. Он может задавить кого-то одного. А тут аж еще три зомби. И появляется ледоукладочная машина. Ну что ж, приходится сейчас задействовать грибум. Это на самом деле не очень хорошая идея. Потому что, во-первых, остается кратер. А во-вторых, грибум еще и не убрал ледоукладочную машину. Не дотянулся. Ну и надежда на кабачок. И как-то надо убирать другие зомби. Нам надо сейчас посадить в первую очередь побольше подсолнуха. Ну и, конечно же, звезд. Подсолнух – это первая задача. Потому что без него мы никаких звезд не посадим. Вновь появляется ледоукладочная машина. Пока что у нас в бассейне тишина. Это очень хорошо. И, собственно, и обороняса в бассейне у нас нечем. Есть звезда, но она бьет не в те стороны. А гриб водный, он тоже бодрствует. Это тоже с ночной локации. Я уже, честно говоря, забыл, какое растение когда появилось. Если бы знал, что такое дело, наверное, не прав. Лучше бы взял какое-то такое взрывчатое растение. А лучше всего колючки. У нас, если колючки стоят на поле, то машина не проедет. Она если наезжает, то взрывается. Очень неплохое средство. Но колючки тоже стоят каких-то денег. Вот в этих реалиях лучше, конечно же, взять бомбу картофель. Которую я, к сожалению, не взял. И она бы спокойно убрала как машину, так и частично об обследованную команду. Ну, а все это выбирать с помощью грибов, это, как вы видите, не очень рационально. Мы остаемся без столь важных нам мест, которых не так уж и много. Особенно на сухопутной части. Ну, а в воде сколько душе угодно. От водных грибов, скорее всего, что мы тоже будем отказываться. Но это точно. Потому что сейчас они выступают в качестве таких декораций. Нам не нужны. Ну, а когда подойдут водные зомби, я уже думаю к этому моменту, мы посадим достаточное количество звезд. И гриб будет вообще не нужен. Даже если бы он работал. А мы, кстати, еще взяли водоросли. Мы их посадим, но чуть-чуть попозже. Когда будет с деньгами чуть получше. Потому что деньги у нас сейчас в основном уходят на звезды и подсолнухи. Подсолнухов я бы еще посадил 3 штуки. Ну, и на этом все. Мест особо и нет. Да и садить звезд нам придется не так уж и много. Ну, засадим половину бассейна. Частично посадим на сухопутной части. И как бы все. Больше уже мест особо нет. В конце там, возможно, сделаем площадку для водорослей. Плюс посадим водные грибы в качестве такой, как приманки и обороны временной. И поле будет полностью обостроено. А пока что продолжаем принимать гостей снежных. Появляется вновь ледоукладочная машина. Ну, и традиционно будем. Хотя уже, я думаю, что самое время пришло для звезды показывать, на что она способна. А мы уже посадили сейчас шестой куст. И в теории должна справиться вот эта вот шестерка со всеми противниками. Ну, хотя бы с машинкой. Там, если что, есть грибун. Скорее всего, что мы его сейчас будем задействовать. Хотя машина вот-вот была уже на подходе. Мы сейчас получили шоколад для улитки. У нас уже скопилось какое-то количество. Ну, и постепенно можно подкармливать наше животное. Которое было долгое время обделено сладостями. Но, на самом деле, у нас в плантации не очень много растений. Поэтому можно обойтись без сладкого. Тем более, возможно, я там буду покупать новую плантацию. Я еще пока, честно говоря, не уверен. Соответственно, может еще шоколад пригодится. Я его не спешу задействовать. Мы сейчас высаживаем седьмой куст. Даже уже где-то не седьмой. У нас их аж девять штук. И уже на поле видно какой-то силуэт нашей обороны. То есть, не так-то просто зомби приходится. Машинка начинает дымить на второй линии. И это, по-моему, первая машина, которую мы сейчас убрали без вспомогательных растений. Ну и все. Можно как бы отказаться. Самое главное, что мы отказались от грибом. Который оставляет кратеры. Нам это ни к чему. Так что мы, если будем задействовать грибом, скорее всего в воде. Ну, либо же в сухопудной части. Если действительно ситуация выйдет из-под контроля. Пока что все складывается более или менее неплохо. А зомби, как видим, пока что в больших количествах к нам не едут. Вот это так. Разминка. Мы тем временем достигли почти половины уровня. Это можно назвать его экватор. Но надо еще дождаться наступления большой волны. Которая может наступить буквально секунды на секунду. И уже так вот постепенно, но вырисовывается контур обороны. Невзирая на то, что у нас территория немного. А все-таки мы сумели посадить, ну, все еще недостаточное количество звезд. Я бы еще посадил. Особенно это касается воды. Парочку мест там еще найдется. Также составим в конце водоросли. Хотя я не думаю, что водные противники нам будут особо докучать в этом уровне. Тут как раз больше сделан упор на снежных противников. Мы сейчас получаем шоколад. Для улитки пригодится. Уровень, кстати, называется Удача на бобслее. Собственно, это и есть у нас основные герои этого уровня. Так что Тут сделан упор больше на бобслейную команду. Либо же на машину. Что касается водных противников. Я их, конечно же, ожидаю. Там кто-то был. Вроде бы перед началом уровня. Я так особо не заметил. Но я обратил внимание на зомби с утенком. В колпаке, по-моему. То есть это такой усиленный противник. Но если мы в конце поставим водоросли. В принципе, по деньгам мы уже можем это позволить. Мы накопили больше 500 монет. И сумма продолжает увеличиваться. А вот и большая волна. Можно задействовать грибом. Тут уже действительно актуально. И появляется вот утята. Зомби с утенком. Но без колпака. То есть такие легенькие противники. Можно было спокойно не брать водный гриб. Но, к сожалению, не знал всех условий. Всех нюансов уровня. Поэтому, что взяли, то взяли. Жалеть не будем. Сложности преодолевать. Это не впервые. И, скорее всего, что опять такое затишье. Хотя машин ледукладочных становится побольше. Все-таки интенсивность увеличивается. Поэтому расслабляться не стоит. Однако, мы подошли не с пустыми руками. К уже, ну, можно сказать, завершающемуся уровню. Достаточно много звезд. Более того, есть такой показатель. Это кабачок. До кабачка никто не доходит. Не доезжает. Соответственно, у нас с обороной все нормально. И можно, наверное, его выкапывать постепенно. Он, собственно, свою роль такого предохранителя сделал. Ну, а сейчас будем уже полагаться на наши основные растения. Можно еще одну звезду посадить. И также досадим водоросль. Хотя, насчет водорослей я тоже не уверен. Как вы видели, водных противников не очень много. Это не герои этого уровня. Тут больше сухопутных. Я, скорее всего, боялся, что появятся вот эти вот зомби с дельфинами. Я вообще не обратил внимания на состав. И вот, когда начал подбирать, прикинул, что могут появиться более сильные. Ну, а зомби с дельфином, они очень быстро добираются по воде. Более того, им орех никакой не страшен. То есть, они могут его огибать, перепрыгивать. И водоросли являются таким одним из основных видов, которые помогают с ними справиться. Мы, наверное, сейчас будем выкапывать постепенно подсолнух. Один ряд. Во втором ряду мы выкапываем. Там четыре подсолнуха. Уже два выкапали. И будем заставлять звездами. Подсолнух свою же роль выполнил. Нам такое количество денег не нужно. Мы уже сейчас накопили больше тысячи монет. Сумма продолжает еще больше увеличиваться. Вот сейчас можем обойтись спокойно одним рядом. Даже меньше. Используем успешно грейбом, который убирает очередную группу. И зомби к нам продолжает наступать. Ну, уже в таком вяло текущем составе. Те зомби, которые к нам идут, сколько бы их ни было, уже особо они ничего не сделают. Как вы видите, звезды создают такой вот эшелонированный огонь по всем направлениям. И ни один зомби от нашего возмездия не уйдет. Так что, в принципе, уровень сделан. Ну и мы оставили, я там оставил в конце бассейна один слот под гребом. Когда будет финальная волна, это уже произойдет очень скоро. Мы таким завершающим аккордом уберем основную группу. Ну и уровень уже сделан. Это, так сказать, остатки к нам идут. Можно, я думаю, что еще посадить звезды. Не жалко. Деньги позволяют. Даже если мы что-то потеряем, то денег хватит. Сейчас получили еще один шоколад. Тут уже, наверное, получили больше трех штук. Я даже не считал. Но очень много. Ну, потому что раньше мы, если получали, то не во всех уровнях. И там буквально одну, максимум две штуки. Тут уже три, а может быть и больше. Улитка обрадуется отчасти. Но, что касается улитки, я не думаю, что мы ее будем сильно баловать. Возможно, шоколад еще нам пригодится в других плантациях. Уже осталось буквально чуть-чуть перед финальной волной. Там считанные секунды. И вот сейчас я бы даже сказал, что зомби стало поболее. Это такая, как разминка перед финалом. Но звезды не оставляют абсолютно никаких шансов, как вы видите. Очень неплохое растение. Однако, звезда ее плюс и минус в том, что... Ну, минус в том, что это надо ставить в большом количестве. Ну, а как вы видите, плюс в том, что будет у всех направлений. То, что нам не надо. Сейчас это уже финальная волна. Мы готовимся по стае грибу. И это такая жирная завершающая точка. В этом уровне. Убираем всех зомби. И проходим этот, как мне казалось, вначале непростой уровень. Но получился не такой уж и тяжелый. Мы получили алмаз. И сейчас перейдем в лавку для его. Возможно, что-то купим. В Зенгарден пока не будем переходить. Сейчас посмотрим, что у нас есть. Вообще, мне хочется купить какую-то плантацию. Вот вопрос к зала. Кто знает, дает ли водная плантация или лесная больше денег, чем наша основная сухопутная в Зенгардене? Если да, то мы, возможно, какое-то растение продадим. Например, Чампер. И за 30 тысяч купим новую плантацию. Так что пишите, комментируйте. Я буду думать, что покупать и что нет. Ну, а на этом все. До новых встреч. Пока.